Всем доброго времени суток! Кто-то до сих пор продолжает ловить по открытой воде, а у нас в Сибири зима, снега намело чуть не под второй этаж, и поэтому продолжаем обзориться, продолжаем готовиться к новому сезону и с нетерпением ждать открытой воды. Сегодня на обзоре будет такая интересная посылочка от японских снастей, но прежде чем начать, хотелось бы немножко сказать о ломаном спиннинге. Случилась такая у меня беда по осени, сломал я свой крафт-стейдж, сломал вклейку. Ну, недолго думая, спиннинг был отправлен на ремонт. На ремонт он был отправлен Никодову Алексею, сломал я его достаточно тупо, просто на вываживание, уперся он у меня в дерево, обломил вклейку, тюльпан и верхнее колечко. Оборвал леску, и в результате вершинка эта была утеряна. Спиннинг отправил Алексею, он его быстро, качественно и недорого собрал, поменял вклейку, поставил колечки, все хорошо, все здорово. По ощущениям вклеечка чуть-чуть будет помягче, чем на оригинале. Ну, тем не менее, будем в сезон смотреть, что у нас из этого получится. Спиннинг достаточно хороший и интересный. Спиннинг используется мной в основном при ловле микроджигом, ну, иногда турбинки таскаю, иногда даже, можно сказать, микроколебалочки и тому подобное. Так что, если у кого-то вдруг возникли какие-то проблемы со спиннингом, сломал, кольцо там надо поменять, катушка-держатель, либо еще что-то такое, обращайтесь, контакты я Алексея оставлю под видео. Делает быстро, качественно и относительно недорого. Итак, сейчас мы спиннинг уберем и посмотрим, что же у нас все-таки находится в черном ящике. Так, посылочка пришла уже относительно давно, наверное, недельки-две, но все, у меня что-то как-то руки не доходили сделать обзор. Как я уже сказал, это у нас посылка от японских снастей, и сейчас мы посмотрим, что же там лежит. Сразу. Первое, что лежит, это вот такой контейнер. Этот контейнер предназначен для хранения вот такого силикона. Так, вам не надо. Силикон, сразу скажу, от Экогира. Сейчас, когда камеру переставим, все это рассмотрим и посмотрим. И также взял леску для мармышинга, и хочу попробовать вот такую интересную штуку, как полиэстер. На летний сезон. Начнем, пожалуй, с лески. Это мы сейчас маленько уберем, силикон с контейнером. Так, леска. Это лесочка у нас от Вариваса. Это у нас лесочка, которую я взял себе под мармышку. Попробую сейчас сказать, как она называется. То есть, это Super Throat Advanced Health Quality. Блин, аж сам испугался, что сказал. Ну, одним словом, я не англичанин, поэтому как назвал, так назвал. Правильное название я под видео оставлю. Это у нас новейшее поколение монофильных лесок форелевой серии от компании Варивас. Леска создана с использованием новейших фирменных технологий. Увеличена прочность лески, ее долговечность и стойкость к внешнему негативным воздействиям. Также здесь использовано на леске специальное покрытие. Оно повышает водоотталкивающие свойства лески, увеличивает дальность заброса, улучшает устойчивость к трению и тому подобное. Также здесь применена технология VIG. Это повышение прочности нейлоновых лесок за счет увеличения плотности молекулярных связей. Посмотрим, что у нас с этого получится. По первым ощущениям, в принципе, леска достаточно такая интересная. Сразу скажу, что это 0,12. Здесь у нас 100 метров. От Вариваса я еще не пробовал. Лески. Посмотрим, как она будет работать. На разрыв 2,5 либра. Ссылочки все я под видео оставлю. Можете, если кому-то информации будет мало, можете зайти посмотреть. Следующее. Это у нас полиэстер. То есть им я никогда не ловил. Решил взять на пробу. Фотографию выкладывал. Спрашивал у народа, кто ловит, кто не ловит. И мнение, скажем так, достаточно неоднозначное. Тоже 0,12. Ну, так вот, по первым ощущениям, жестковат. Не знаю, как он будет на мормышке себя покажет. Ну, будем смотреть. Это тоже обновленная версия монофильной лески из полиэстера. Новинка. Сохранила все достоинства материала. То есть самого полиэстера. Удельная плотность выше нейлона и ниже флюрокарбона. И также практически нулевая у нас растяжимость. Также получила эта леска у нас такой ядовитый флюжесцентно-оранжевый цвет. Для улучшения контроля проводки. По ней пока сказать, ну, абсолютно ничего не могу. Намотаю, половлю. Потом дополнительный обзорчик сделаю. Стоит ли она того, чтобы быть использована на мормышинге. Либо не стоит. Ссылочки тоже будут подведены. Здесь 140 метров у нас. 2,3 либра на разрыв. И леска, и полиэстер Брау 0,5 по японской классификации. То есть по нашему это 0,117. Также был приобретен вот такой вот интересный контейнер от Экогира. То есть что это за контейнер? Это у нас контейнер. Называется он Аквастокер. Вроде так. Это он предназначил специально для хранения силиконовых приманок, которые у нас поставляются в растворах всевозможных там аттрактантов, аминокислот, солей и тому подобное. Взял я его специально вот под такие вот приманочки, которые мы сейчас рассмотрим. Что он из себя представляет? По идее он похож на обыкновенный... Ну тут бумажечка какая-то, ладно. По идее он похож на вот такой простой пищевой контейнер. Но не все так просто. У него, значит, здесь специальная антибактериальная обработка имеется. Емкость его 180 мл. Размерчик сейчас посмотрим. Значит, он у нас так 12 см, так 9 см и высотой он у нас 5 см. То есть вот такая коробочка. Герметично закрывается. И здесь у нас еще есть вот такая интересная вещь, которая у нас, прокладочка такая, которая у нас одевается, как я понял, вот сюда. И в результате мы должны получить... О, руки-крюки. Вот так. И в результате мы должны получить супер-пупер герметичный контейнер. Как-то так. Решил попробовать. Не знаю, как эта коробушка будет в деле. Ну, что-то мне по первым ощущениям, наверное, баночка, которую я в прошлый раз показал, получше будет. Такую коробушку начнет разбирать, открывать на рыбалке. Наверное, все караси разбегутся. Ну, ладно. Не суть важна. Я брал вот такой контейнер, только для пищевых продуктов. Немножко побольше он. И там замариновал себе силикон в аттрактанте. Крупный силикон для ловли на неогрузку. Недели две, наверное, три он у меня там лежит. Еще недельки две полежит. И сниму обзорчик, чтобы посмотреть, что же с ним, с тем силиконом произошло. Главное. Пока. Да. Открывается. Может, дальше будет не так громко открываться. Так что вот такой вот контейнер. В принципе, в карман жилетки там либо в сумку можно убрать спокойно. И, как производители заявляют, то есть он полностью герметичен. Ну, если закрыт. А теперь придем, наверное, к самому интересному. Это к приманкам. Значит, все приманочки, кроме вот этой вот, с которой я сейчас начну, они сделаны из биоразлагаемого материала. И я вот не знаю, стоит ли его прям туда кидать, или не стоит ли. Пускай так пока в пачке полежит. Это у нас вот такая вот интересная приманочка. Касага-шакунин мини-танк. Это съедобный такой силиконовый рачок. У него есть там два подвижных усика, которые создают мощный сигнал, который либо чувствует на большом расстоянии, в воде имитирует какое-то насекомое, которое составляет основную базу всех пресноводных рыб, что позволяет с большим успехом использовать его при ловле наших хищников. Сейчас посмотрим, что же это такое. Ага. Это у нас вот такой прикольненький рачок. Достаточно интересное такое. головолосик с усиками. Ну, думаю, нашему окуню должен понравиться. То есть это никакой не белоразлагаемый материал. Это простой силикончик. Вот такие вот эти там рачки. Ну, не знаю, попробую тоже их сюда потом брошу. Посмотрю, что получится. Ну, не получится тут, не получится. Здесь у нас в пачке 8 штук. Значит, они вот в таком вот небольшом контейнере для удобства, скажем так, хранения. Попробуем, поглядим, как работает такой силикон по нашим окуням и щуканам. Теперь самые интересные приманки. Одну я уже открыл ради интереса посмотреть. Значит, как я уже сказал, все эти приманки, которые я сейчас буду показывать, они у нас из биоразлагаемого материала от компании Кагир. Приобретались они в магазине японские снасти. Все ссылочки, как я уже неоднократно говорил, под видео оставлю. Смотрите, заходите, если кому-то вдруг там не хватит какой-то информации. Значит, это у нас Экагир Аква Катсу Аджи. Чего-то там. Я такие слова не умею читать, так что не обессудьте. Внизу там нормальное, скажем так, название оставлю. Что он из себя представляет? Пачки, все эти пачки открываются. Ну, дальше буду показывать. То есть, здесь не надо ничего отрезать, не надо ничего делать. Здесь у нас вот такой будет язычок, за него тянем и вскрываем пачку. Затем зип-замок и там нужно быть аккуратным, потому как приманки эти, они находятся вот в таком растворе. Сейчас мы вот это все дело определим в наш новый контейнер. Запах такой специфический, но не скажу, что какой-то прям неприятный. Вообще, вот я смотрел по первым ощущениям очень похоже, скажем так, на креветку вареную. Вот прям, ну, практически вот и даже по тактильным и так вот на вид практически одно и то же. То есть, это у нас представляет он себя вот такого червячка интересного. Ну, я взял вот в таком цвете. То есть, головная часть вот толщина. здесь можно цеплять и вот это вот будет у нас отлично играть. Можно использовать для какого-то нано-дропшота, можно на мормышки, можно на там, чебурашки, на маленькой джиговолочке и тому подобное. То же самое они, вот как я уже сказал, вот такая вот жидкость, это такой раствор, в котором они должны находиться. Если их этот, из этого раствора убрать и какое-то время они будут находиться без него, то есть, они высохнут, уменьшатся в размере и ничего хорошего из этого не получится. У нас в пачке здесь 10 штук, 2 дюйма, как я сказал, 50 миллиметров. Ну, посмотрим, как они у нас отработают по нашей рыбке. Следующая вот такая вот интересная приманка, это тоже Экогер Аква Камуши. Это вроде как новинка, она у нас разработана вообще для ловли ставриды, но так как ставриды у нас нет, будем ловить местных акуней, возможно, карасей. Также из биоразлагаемого материала с добавлением всевозможных аминокислот и что является очень привлекательным для рыбы. Она у нас, что она у нас из себя представляет, сейчас я покажу, то есть, как эти пачки открываются, я уже показывал, то же самое, как у Маракьюи Соми. Открываем, открываем зип-замок, и там у нас находятся наши приманочки. Размер 38 миллиметров, в упаковке их 10 штук. То есть, это вот самое для Мармышки, думаю, будет самое то. То есть, вот такая вот приманочка. Вот здесь не видно, у ней хвостик раздвоенный, то есть, слиплась маленько. То есть, эти приманочки мы тоже, в принципе, думаю, вот так, если пополам даже разорвать, на Мармышечку подсадить. Ну, как будет работать, это мы будем летом смотреть. Я просто это все сейчас набираю, просто мне самому интересно, стоит ли оно того, набирать всякие такие интересные вещи, или можно обойтись каким-нибудь одним силиконом попроще. попробовать все равно интересно. Ну, не знаю, кому как, а мне вот интересно. вот наша коробушечка понемножку уже наполняется. Брал в основном мелкую резину, такую для микроджига, ну, чтобы можно было на Мармышечку повесить. В принципе, вот эти вот можно даже пополам, и на Мармышке будет само это. Следующая приманочка, это у нас Катсу Мибару СТ. То же самое биоразлагаемый материал, находится в аттрактанте. Ну, если Мибару у японцев ловится, то наш окунь точно должен клевать. Открываем. Открываем зимзамочек. Вот здесь вот. Ага, здесь возникает проблема. Здесь, я так понял, тарактанчик-то маленько другой. И запах маленько другой. Вот, стоит ли его туда добавлять, либо не стоит, не знаю. Можно, в принципе, смешать, не думаю, что там будет прям такой криминал. Значит, 50 миллиметров. Ну, вот тактильные ощущения, говорю, вот они как креветка вареная. То есть, имеет такую вот толстенькое тельце, имеет вот такой вот хвостик. Ну, не знаю, посмотрим. Тельце такое, скажем, неровное. Тут имеются какие-то вот как ребрышки. Ну, похоже, такая на червячка. Создает, как заявляет производитель вокруг себя, сравнительно небольшие колебания, которые привлекают добычу, но ее не раздражают. Ну, и может быть использована, в принципе, на любых видах монтажа. Ну, что, проведем эксперимент? Или не проведем? Посмотрим. Что-то вроде неохотный, вроде... А, ладно. Там разберемся. Думаю, клевать прямо будет. В пачке здесь их 12 штук. И что еще производитель заявляет по всем этим приманкам? В принципе, их нужно хранить вот именно в таком контейнере. Потому как они должны постоянно находиться вот в этом вот растворе. Иначе высохнут и ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, и последняя приманка. Это у нас тоже кацумибару ширасу. Это тоже такая небольшая приманка, которая у нас имитирует малька сардины. Ну, сардин у нас тоже нет. Но, я думаю, окунь будет отзываться нормально. Приманка достаточно такая интересная. Сейчас я вам ее покажу. Ну, здесь вот в принципе такой же аттрактант. и думаю, что там шибко они прям смешаются и будет прям все что-то ужасное. Думаю, все будет нормально. Так, она у нас 4,6 сантиметра и представляет из себя вот такую вот приманочку с таким шариком на конце. То есть, сечение здесь практически 3 сечения и 3 сечения и шарик. Ну, для нашего окуня вообще будет очень здорово. думаю, даже если ее откусят, в принципе, можно остаток там пополам разрезать и будет достаточно интересная приманка непосредственно для мормышки. Как я уже сказал, в пачке 10 штук 4,6 миллиметра. сантиметра точнее. Так, ну, что можно сказать? Ну, что, раков может тот что-то закинуть? Может, не надо? А, кинул что? Эксперимент так эксперимент. Не думаю, что здесь прям что-то такое будет какой-то такой криминал. Может, заодно аттрактантами всевозможными пропитаются. Если не расплавятся. Интересно же, что будет-то. Потом через какое-то время в каком-нибудь видео скажу, что у меня из этого вышло. То есть, у нас получился вот такой винегрет с различных приманок. Они находятся у нас вот в таком аттрактанте, который смешан из нескольких пачек. Что из этого получится, даже не скажу. Так, и вот эти раки, походу, плавающие. То есть, что-то он не тонет. Теперь все это наше дело. Мы закрываем наш крутой контейнер и получается такая штука. Не знаю, протечет, не протечет. То есть, что из этого выйдет, будем смотреть уже летом. Ну, у меня уже руки чешутся. Ладно. Вот такой получился у нас обзор. Как все эти у нас приманочки будут работать, это мы с вами посмотрим. Так что сезон, думаю, будет интересный со всеми моими новинками. А посему не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Ну, а что из этого всего получится, это будем смотреть уже летом. Ну, это бы, конечно, хотелось видео сразу закончить, чтобы не затягивать, но и по занавес еще немножко анонса. Пришла вот такая вот посылочка. Сразу скажу, выписывал две приманки. Ну, как две. Одну приманку в двух типоразмерах. Ну, думал, что там две пачки силикона. Идет посылка. Почти килограмм. Очень интересная вещь. Не знаю, среди наших рыболов что-то я на ютубе не очень много видел, как на ней ловят. Это для моей программы летней по дропшоту. Ну, это в следующем видео. На этом, пожалуй, все. Всем пока. Пока. Продолжение следует...